Донбасс Донбасс Донецкий и Дебальцевский плацдарм. Артиллерия СИЛ АТО удары в ответ не наносила. Військовослужбовцы Украины четко и неухильно дотримаются регламенту прекращения огня. В результате провокативных огневых атак террористов за добу отримали поранения разного ступени тяжкости 7 цивильных людей. Все они доставлены до медицинских закладов для надания медической помощи. Губернатор Донеччины Александр Кихтенко посетил Авдеевку. Этот город постоянно обстреливают. Многие жилые дома разрушены снарядами. Кихтенко осмотрел разрушения, посетил местную больницу, поговорил с чиновниками и местными жителями. А когда вы ее остановите, эту войну? Мы уже хотим спокойно жить. А когда у нас дети в школу начнут ходить? Когда их можно домой забирать? Вы понимаете, что кто-то другой не хочет мирную жизнь? Все хотят. Вы знаете, что планируется опять раунд следующего переговора в Минске. Будем договариваться. Так, Минские приговоры, надо как-то придерживаться. Что одной стороне, что другой? Ну что ж люди-то страдают? Дети умирают, ребята. Это же проблема. Есть какие-то претензии к той стороне, украинской стороне? Да у нас проблемы и к той стороне, и к этой стороне. Я уже не буду возвращаться, то, что было три месяца назад, и не буду рассказывать, что тут было. Я не хочу ничего говорить. Обратка летит с одной и с другой стороны. Одни с одной стороны стреляют, другие в обратку с другой стороны. Я бы не сказал, что с той стороны летит какая-то обратка. Есть подозрения, но это мы перепроверим одного дома. А больше нет. Вот у меня сегодня брат проходил именно по городу, тоже ходил, вот это все дело фотографировал, смотрел. И говорит, такое ощущение, что да, он может вот даже на фотоаппарате показать, что летело как бы даже с той стороны. Мы ездили, смотрели сами на это. Мы смотрели. И Чапаева, да, я посмотрел сам. Мы там были, мы смотрели. Именно в этом доме я и веду речь. Мы разберемся, пришлем сюда военную службу правопорядка. Они пройдут расследование и разберутся. И вообще мы планируем здесь установить военную комендатуру для того, чтобы здесь был порядок. Так что будем вместе наводить все порядок. За сутки сколько людей погибло, сколько детей и всего остальное в больницах. Посмотрите, что творится. Семья у нас осталась без матери, трое деток. И начались с главным врачом, да. Это плохо. Референдум был не для того, чтобы уйти из Украины. А для того, чтобы наши налоги оставались здесь. А кто там что уже вывернул, перевернул. Ставлю карманы у них шире, не мы этим правим. Сколько налогов. Продолжение этого интересного сюжета смотрите на нашем сайте. Итак, на чем же ездят чиновники по зоне АТО? Заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации Михаил Нечипорук передвигается по зоне боевых действий на дорогом автомобиле. Согласно налоговой декларации Нечипорука, в 2013 году он заработал 110 тысяч гривен. А вот 9 декабря на этом автомобиле также передвигался и председатель Донецкой областной государственной администрации Александр Кихтенко. Количество переселенцев из зоны боевых действий резко возросло. По информации СНБО, только за минувшие сутки зону АТО покинуло более 7 тысяч переселенцев. В частности, в сообщении Совета по нацбезопасности и обороне заявляется следующее. В связи с увеличением потока вынужденных переселенцев, Минздрав усиливает во всех регионах Украины дежурство бригад экстренной медицинской помощи, создание резерва кроватей и необходимого количества лекарственных средств. Особое внимание будет уделено обязательному предоставлению своевременной и бесплатной медицинской помощи детям, беременным женщинам, инвалидам и пожилым людям. А пока люди выезжают, на оккупированных территориях проводят ярмарки. Одна из таких прошла в Макеевке. Посмотрите на очередь за продуктами. Напомню, это была ярмарка в Макеевке, а теперь переходим к Донецку. Первая половина дня в городе прошла спокойно. Сбои в работе транспорта и коммунальных служб не зафиксированы. Между тем, вечерами центр и улицы города пустеют. У нас есть видео с бульвара Пушкина. Продолжение следует... Вот такой вот бульвар Пушкина вечером в Донецке. Народная артистка России Анна Нетребко пожертвовала в адрес Донецкого национального театра оперы и балета 1 миллион рублей личных средств. Далее цитирую артистку. У меня в Донецке есть товарищи, молодые музыканты, мы общаемся. Они рассказали, что театр частично разрушен. В театре холодно, но они все равно выходят на сцену. Это сказала Анна Нетребко. А вот деньги принял Олег Царев, который называет себя руководителем парламента Новороссии. Журналисты громадского толпачения Донеччины 9 декабря осмотрели здание театра Донбасс-Опера и не обнаружили ни одного повреждения. А вот для того, чтобы не умереть с голода в Донецке, люди вынуждены стоять в очередях за едой. У нас есть свежее видео. У нас есть свежее видео. Вот такая вот ситуация в Донецке с продуктами. Чеченские боевики показали себя и рассказали, сколько их воюет на Донбассе. У нас есть видео. У нас около 300 человек по Донецкой области. Боевой опыт, естественно, имеется от 10 до 20 лет. Это минимально и максимально. То есть, как говорилось, с 90-95 годов боевой опыт у каждого. Практически 70% спецназа с разных, естественно, структур. Практически. Также 70% имеют ранения и награды. Государственные награды в том числе. Все здесь, насколько вы видите, все добровольцы. В основном ветераны боевых действий. У нас есть видео из Луганской области. Человек, называющий себя комендантом Первомайска Евгений Ищенко, записал обращение, в котором критикуют руководителя ЛНР Игоря Плотницкого. Давайте смотреть. Города Стаханово. Каждую неделю они завозят нам по 2 тонны муки. Безвозмездно. Вот это гуманитарка. А позвонил я сегодня Плотницкому, когда меня обступили женщины на площади города Первомайска. Чуть не разорвали меня в клочья. И сказали, звони при нас, главе республики. И пусть он ответит на вопросы, которые касаются именно людей города Первомайска. Именно людей города Первомайска. Где обещанная пенсия? Где обещанная заработная плата? Где обещанная гуманитарная помощь? За все время, за все время. Пусть будет стыдно этим правителям. Пусть будет стыдно. Они сейчас находятся по дороге в Минск. Они там едут заключать мирный договор. Они едут подписывать перемирие, не зная всего положения, которое творится у них в Луганской области. И что люди у них голодают. Голодают в городе Первомайске. К новостям из Славянска. В этом освобожденном городе нашли деньги на ремонт разрушенных войной домов. Сессия дала 1,7 миллионов гривен из бюджета развития. Но, к сожалению, этих денег не хватит на ремонт квартир. Минск. 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 Как вы считаете, вы сумеете решить все проблемы, если эти суммы выделяются? Этих сумм достаточно для того, чтобы сделать те работы, которые обеспечат проживание тех же жителей в данном доме. Но планировалось в смете и восстановление квартир самих жителей. Но, естественно, сметы корректировались, суммы уменьшались, уменьшались. В итоге сегодня стоит задача перед подрядчиками именно восстановить те конструктивы, которые обеспечили некомфортное, но хотя бы проживание в целом. То есть это восстановление отопительного, ну, контура, там, теплового режима, чтобы было соблюдаться перекрытие, кровли и так далее. А пока уже разговор о капитальных ремонтах тех квартир в этом доме, пока речь не идет. Кто за, кто против, кто выделялся. Также на этой самой сессии депутаты внесли изменения в положении о присвоении звания почетный гражданин города Славянска. В частности, они обговорили те дела, за которые могут лишить почетного звания. Я позволю себе зацитировать одну графу. Осуществление гражданином, который был удостоен звания почетный гражданин города Славянска, пропаганды или действий, которые способствовали расколу территориальной целостности, нарушению суверенитета, независимости и национального единства Украины. Кстати, под эти требования громада Славянска, думает, очень здорово подходит гражданин Кобзон. Итак, еще одна новость из Славянска. Бывшего руководителя городского отдела образования Александра Зубарева требует проверить и отстранить. Напомним, он работал во время оккупации города ДНР, а теперь является сотрудником областного департамента образования Донецкой областной государственной администрации. Департамент освятий и науки областной администрации просит вас звольнити Зубарева Александра Викторовича с посади начальника отдела городской областной администрации. Я думаю, что успешно прошел конкурс ДНР и науки. Каким образом он прошел успешный конкурс? Вы вообще разбирались с теми вопросами, что эта человек продолжил обучающий процесс, в тот момент, когда практически близо каждого навчального заклада стояли баррикады, где ходили люди с оружием, без запобежников. Отстань от этих баррикадов была такая, что в любой момент, любая человек неадекватная, спустивши спусковой крючок автомата, она могла серьезно поранить любого ученика, вчителя и так далее. Будь-якую человеку, да. Но в данном случае он отвечал за учебные и учебные заклады. И он позволил, не то, что позволил, а даже распорядировался, чтобы продавался национальный процесс. То есть он поддавал безопасности коллектив педагогический, учебный, детей по проведению референдума и так далее. То есть он, как государственный чиновник, не заборонил, не перешкоджал и не остановил этот процесс. И вы сегодня взяли эту человеку на подвищение. То есть эти люди должны на понижение, как минимум, идти. А он на подвищение у вас пошел. Мы взяли его главным специалистом. Он не начальник. Он на нижчей ланке в департаменте. Это на нижчей ланке, понимаете? Это не подвищение. Он не должен тут работать. Вы будете принимать решения по этому вопросу? Мы обовязково взглянули все, что вы мне сейчас рассказали. Всю вашу заяву мы уважно вивчим и принимаем решения. И по запитам. Звичайно, мы шукаем собі кадры, которые смогут нам допомогти. Враховуючи той взросл, то, как он працювал за 4 года, начиная с самого начала, у нас не возникало вопросов, саме у областного департамента освіти, что до его профессиональных якостей. Но, враховуючи ті події, с квитня и по липень. Ну, понимаете, знову ж таки, я повторюсь, що якщо він продовжував працювати до листопада і ніяких питань до нього не виникало, і він продовжував працювати, ну, напевно ж, були ж підстави його не звільняти за якісь там, чи власні погляди, чи за якусь діяльність, якщо він все ж таки працював. Це не наша компетенція, звільняти людину за якусь там діяльність, яка не відноситься до освіти. Але ви врахуєте громадську думку? Звичайно, ми завжди врахуємо громадську думку. Там не розумієте безпеку, чи не розумієте безпеку. Ми очікуємо, звичайно, нормальної реакції, тому що такі люди не повинні працювати в цих структурах. І це буде сигнал, якщо цей департамент не прийматиме ніяких рішень, якщо не буде ніяких зрушень, то це буде сигнал іншим негодяям, що вони не будуть покарані. А значить, ми можемо чекати другу хвилю, третю хвилю оцих негативних подій, які були там. І тому я сподіваюся, що там більш-менш розумні люди. А якщо нерозумні, які ваші дії? А якщо нерозумні люди, значить, будемо робити, поки що попереджувальні пікети, так же саме, як ми робили, наприклад, в місфіканкомі. А далі будемо дивитися за обставинами. Не хотілося б до більш радикальних методів прибігати. Але якщо прийдеться, то будемо змушені, значить, зробимо. А вам! Це були всі новини Донбаса на сьогодні. А я напомню, що ми виходимо в ефір виключительно благодаря вашій фінансовій підтримці. Як нам помочь, ви можете узнать, зайдя на сайт громадське.дн.юэй. Там є всі реквізити. Я ще раз напомню, що ваша допомога – це огромний вклад в розвитие действительно независимого медіа в Донбасі. Увидимся, але не переключайте, впереди ще багато інтересного. Дякую за перегляд! Дякую! Дякую!